Сейчас в нашем эфире советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Да, хотелось бы, да, тоже, чтобы день был добрым, но, к сожалению, на фоне этой радости после освобождения Херсона и приезда нашего президента в героический областной центр Херсон, на фоне вроде бы позитивных новостей из Индонезии, вот эта варварская атака, которая сейчас продолжается в эти минуты наших городов, и в том числе нашего Киева, столицы. Что это, Михаил, по вашему мнению? Что демонстрируете? Смотрите, вот, честно говоря, 9 месяцев войны идет, да, для меня закатка, почему в мире иногда появляются разговоры о том, что России нужно продолжать какой-то диалог, дипломатическое урегулирование и так далее. Вот то, что сегодня мы видим, смотрите, в момент, когда субъект по фамилии Лаврова... Так, снова восстанавливаем связь. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Наше включение проходит в режиме воздушной тревоги, которая объявлена по всем городам нашей стороны. Пожалуйста, да, Михаил, продолжайте. Господин Лавров в это время на Бали, выступая в качестве представителя Российской Федерации, рассказывает о том, что они готовы к миру. То есть Россия хочет мира. И вот прямо под слова Лаврова о мире в этот момент атакуют территорию Украины, опять же, крылатыми ракетами. В этом и есть суть России. Это геноцидное государство. Даже не террористическое, потому что оно таким типом ведет войну, а именно геноцидное. То есть оно хочет всему миру доказать, что мы будем просто тупо убивать людей массово, бить по энергоструктуре, бить по центрам городов. Но вы с нами... Посмотрите, Россия говорит, мы будем это делать в 21 веке, да? Мы будем это делать, но вы с нами должны говорить, вы с нами должны вести бизнес, вы с нами должны проводить какие-то встречи, вы нам должны разрешать на вашей территории вести пропаганду и так далее. Вот в этом и есть проблема непонимания некоторыми политическими лидерами, которые продолжают говорить о дипломатическом урегулировании. Смотрите, очень важно понять, что Российская Федерация не может ничего противоставить украинской армии. Украинская армия эффективна. Мы понимаем, что такое современный тип ведения войны. Мы креативно подходим к этой войне. Мы в меньшинстве, мы сегодня, я бы даже сказал шире, переписываем учебники военного искусства. Мы в меньшинстве деблокируем свою территорию. Российская Федерация накопила гораздо больше военных возможностей. Это старое советское оружие разных калибров. Это те же крылатые ракеты. Но тем не менее, украинская армия, имея дефицит военных возможностей, а это объективная реалия, потому что никакая страна, естественно, не накапливала, которая не собирается напасть на другую страну, не накапливает такой объем возможностей уничтожения человеческих жизней. Так вот, мы в меньшинстве, тем не менее, эффективны на поле боя. И вот Россия сегодня в очередной раз продемонстрировала, нету у России никакого понимания, что такое человеческая жизнь. Нету у России никакого желания остановить войну. Нету у России никакого желания вести переговоры, чтобы никто там не говорил. У России есть одно желание уничтожить Украину как государство, или, по крайней мере, нанести нам много и даже очень много ущерба, в том числе среди мирного населения. Поэтому давайте так, Россия должна проиграть. Это фундаментальная вещь, которую сегодня нужно понимать наиболее отчетливо. Да, и только что в эти минуты мэр Киева Владимир Кличко сообщает уже о втором попадании российской ракеты, точнее, третьем попадании российской ракеты в жилой дом столицы Украины. Скажите, Михаил, ведь вот такая демонстрация агрессии во время саммита, хотя многие думали, что будет некое затишье, чтобы, по крайней мере, там в Кремле послушали, что говорят умные люди. Так вот, Си Цзиньпин, который призывает к миру, хозяин саммита Джо Кавидода, президент Индонезии, Джо Байден, президент Франции, все говорят о мире. Премьер-министр Британии. И то, что Путин вот так вот нагло, это же, ну... Как это вот эти люди, главы других государств, которые говорят о мире, а он стреляет? Как они сейчас, ну, по-хорошему, должны отреагировать на это все? Какая должна быть реакция? Вы задаете идеальный вопрос. Идеальный вопрос непонимания того, что происходит в Украине. Или, ну, или, скажем так, маскировки непонимания того, что происходит в Украине. К сожалению, очевидно, что не хочет Россия никакого мира. Очевидно. И очевидно, на мой взгляд, что европейские и американские партнеры должны перестать говорить о мире как таковом. Потому что что такое мир? Мы ведь тоже, на самом деле, кроме Украины, никто не предлагает формулу мира как начало переговорного процесса. Господин Зеленский четко обозначил. Смотрите, не Украина вторгалась в Россию. Это очевидный факт? Конечно. Не Украина ведет геноцидную войну против России. Не Украина обстреливает крылатыми ракетами Россию. Россия вторглась на территорию Украины. И поэтому переговорный процесс возможен в том числе только, и вообще установление мира как такового возможно только в одном случае. Если Россия перестанет крылатыми ракетами обстреливать нашу территорию, это очевидно, да. У нас ведь нет крылатых ракет. Посмотрите, миру бы надо было бы сказать, а почему у Украины нету соразмерного России оружия? То есть, грубо говоря, крылатых ракет. А потому что мы, мир, в 1994 году Украине сказали, смотрите, ребята, ничего не бойтесь, вы суверенное государство, и мы вам в рамках Будапештского меморандума гарантируем, что никто вас не будет обстреливать крылатыми ракетами. Среди стран-гарантов находится вот этот субъект по фамилии Путин, ну, имеется в виду Российская Федерация. Вот они нас обстреливают, у нас нету соразмерного оружия, и, соответственно, мы не бьем по мирным городам зимой российских. Хотя мне кажется, что Российская Федерация выглядит очень странно, как цивилизационная ветвь и так далее. Но, тем не менее, мы гуманистичны, мы обороняем свою территорию и говорим, смотрите, мир возможен, когда всего два фактора, два простых фактора. Просто на всех площадках это повторяется. Российской делегации, господину Путину, не звоните по телефону, не говорите, Владимир, а вы не хотите ли там что-то? Владимир хочет сохранить лицо. Давайте, смотрите, мы считаем, что неонацистское государство не должно существовать, потом мы его уничтожим. А, ну, извините, Владимир, что мы вам позвонили. И так далее. Это вот так сейчас выглядит. На самом деле мы что говорим? Мы говорим два фактора. Президент Зеленский, сегодня выступая в Бали, расширил линейку того, что нужно понимать по формуле мира. Но есть два базовых фактора. Даже три. Первое. Прекращение обстрелов территории Украины крылатого ракета. Второе. Второе. Вывод чужих войск, оккупационных войск со всей территории Украины. И третье. Возвращение государства под названием Российская Федерация в юрисдикцию международного права. Там четко прописано, можешь ли ты прийти на территорию другого государства и в одностороннем порядке провести там военизированную военную аннексию. Можешь или не можешь? Международное право четко трактует, что это преступление. Поэтому три этих пункта позволят разблокировать и достижение мира, как минимум, и второе, открытие переговорного процесса как такового. То, что делает Россия. Россия демонстративна. Смотрите, вот сегодняшним обстрелом Россия в очередной раз показала, вы там что-то говорите, вы собрались на G20, вы все там такие, ну, как бы, типа, вы что-то влияете. Так вот, ничего. Нам ваши слова безразличны. Мы как убивали мирное население, вот вы правильно говорите, третий дом под ударом, жилой, обычный, где живут обычные мирные граждане, под ударом крылатых ракет Российской Федерации. Так вот, смотрите, мы убиваем просто так граждан чужой страны, мы продолжим это делать. Что бы вы там нам ни говорили. Потому что мы кто? Мы Российская Федерация. Мы не цивилизованная страна. Мы не придерживаемся норм международного права. Нам безразличны все ваши призывы и так далее. Вы боитесь нас. Более того, вот на фоне этих обстрелов, и вы здесь опять же очень мудро подметили, на фоне этих обстрелов призывы к переговорному процессу с Путиным выглядят как проявление, безусловное проявление слабости. Еще раз подчеркиваю. Потому что нет переговорного процесса. Есть война, в которой Украина четко заявила. Мы воюем за право быть свободными и вообще выжить. Против нас воюет большая империя. Вы не предлагаете нам сдаться. Потому что сегодня нет стагнации на поле боя. На сегодняшний день нет инициативы у России. Все, что делает Россия сегодня, это убивает мирных граждан. И вы нам сегодня в рамках дипломатического урегулирования, я специально намеренно употребляю не первый раз это название, потому что они так красиво завуалированы, вы нам предлагаете стране, которая владеет военной инициативой, стране, которая буквально два дня назад освободила Херсон, стране, которая эффективно сопротивляется большой оккупационной армии 9 месяцев, стране, которая сегодня доминирует в войне, вы нам предлагаете по сути капитуляцию. Почему, скажите мне, ну то есть мы, наше общество приняло для себя решение, нам, нас обстреливают, у нас разрушена энергоструктура, у нас сегодня прилеты, опять же, в города. Ну, условно говоря, и вы нам предлагаете, обществу, которое сказало, несмотря на это, мы не можем позволить себе проиграть, вы нам предлагаете, походя так предлагаете, а давайте все-таки с ними разговаривать. То есть мы должны забыть, что они убивали наших людей, что они сегодня обстреливают нас крылатыми ракетами, и сказать, ну да, извините, а вы нам не порекомендуйте потом, как ни в чем не бывало, с ними общаться. Ну, то есть давайте, общаться с ними же надо будет, да? То есть надо будет принять режим Путина как таковой, подписать с ними какой-то договор, нужно будет, они будут на всех площадках говорить, смотрите, так Украина продолжает геноцидить, она не открывает границы для русских. Ну, понимаете, то есть что происходит? То есть вы нам предлагаете принять капитуляцию, имея военную инициативу. Это будет, я здесь хочу зафиксировать, это очень важный аспект, смотрите, это будет такой, впервые в дипломатический учебник мы впишем, что страна, которая эффективно составляется, эффективно контрнаступает, деблокирует свои территории, должна капитулировать стране, которая истерически проигрывает, теряет большое количество своих военнослужащих, которые умоляют, выпрашивают, где самое Украина, которая переигрывает эту страну, должна капитулировать. Это будет уникальная история вообще записана, вернее, уникальное явление записано в историю современной человеческой цивилизации. Мне кажется, это выглядит немножко дивно. Вы знаете, в то время, когда наш президент выступал на саммите в Индонезии, по-моему, Лавров, все, что его волновало, это зависть, что нашему президенту отвели 20 минут для выступления, он об этом даже где-то говорил, Лавров, а остальным лидерам не более трех минут. Вот он, видимо, засекал, но не слушал. И очень интересно тоже в своем зомбированном стиле высказался пресс-секретарь Путина Пескова, он прокомментировал слова Владимира Зеленского, что Украина не согласится на новые минские договоренности, Минска-3 не будет, Песков это трактует так, что якобы Украина отказывается от переговора. То есть это похоже на разговор Глухова с Немэм, причем оба сидят в Кремле, если... Хорошее замечание. Смотрите, что Лаврова, безусловно, ему надо понять уже давно, что не Путин сегодня определяет глобальную поездку о господине Зеленске. Это очень важно. Вообще для России было бы понятно и просто, если бы они перешли к оскорбительным заявлениям адрес Украины, в конце концов, к осмыслению того, что Украина находится на другом уровне цивилизационного развития. И президент Зеленский сегодня действительно крайне популярен. Вот это выглядит же очень просто. Смотрите, вот вы возьмите за время войны, посмотрите, кто поддерживает Украину, кто с нами солидарен, какие люди солидарны. То есть практически вся мировая элита, как таковая, не только политическая, но и культурная, она стоит возле Украины, потому что это действительно правильно. И кто поддерживает Российскую Федерацию? Я не беру там страны, например, такие, как Северная Корея. И после этого, конечно, не нужно удивляться, что человеку, который сегодня формирует другой тип политики глобальной, человеку, который формирует другую повестку глобальных обсуждений, господину Зеленскому дают 20 минут, а Лаврову, в принципе, наверное, вообще можно было бы не давать времени, потому что, безусловно, слушать еще раз в очередной раз вот его заявление о том, что это Запад оказывается. Смотрите, вот мы с вами в Киеве находимся, и нас обстреливают российские крылатые ракеты. Это, оказывается, Запад ведет в Украине гибридную войну. Понимаете, адекватность этого человека, я с иронией сейчас говорю. Да-да, он, кстати, сказал, что президент Зеленский не слушает Запада. Не слушает, то есть он абсолютно говорит Запад. Действительно, президент Зеленский послушать должен Запада и слиться господину Путину, свою территорию отдать, и простить ему убийство десятков тысяч мирного населения Украины. Это было бы очень правильно. Поэтому, конечно же, безусловно, Россия сегодня не является субъектом, которого нужно слушать. К сожалению, к огромному сожалению, не все западные лидеры до конца осознают, что время нынешней России закончилось, и что это выглядит крайне уродливо, когда ты говоришь о дипломатическом урегулировании в момент обстрела ракетами города Киева. Михаил, а можно ли предположить, что по горячим следам сейчас там на саммите возможно произойдет некая, еще более какая-то радикальная коррекция тех позиций, которые, наверное, уже по дипломатическим каналам как-то утверждены между всеми участниками саммита, учитывая то, что сейчас ракеты летят в нашу столицу? Я не думаю, что произойдет радикальная коррекция, но я бы сказал о более важной коррекции. Я думаю, что и на саммите J-20 произойдет коррекция восприятия войны, еще более глубинное понимание того, что Россия действительно не является субъектом не только переговорного процесса как такового, но и, в принципе, субъектом глобальной политики, с которым нужно иметь дело. Вот эта коррекция будет проходить. Вы смотрите, вот за время этих девяти месяцев, к сожалению, это не быстрый процесс. В отличие от нас, мы-то сразу понимали, в чем проблема Российской Федерации, что это федерация, которая находится все время в прошлом времени и пытается догнать современное человечество. То есть, а догнать она его может, только пытаясь его разрушить, уничтожить. В этом проблема Российской Федерации. Она завистливо относится к миру. То есть, они не понимают, что можно жить торгуя, кооперируясь, но при этом не надо воровать в таком объеме, как Россия ворует всегда. Но в то же время они хотят, чтобы остальной мир тоже жил в руине. Это понятная философия современной российской цивилизации как таковой. Так вот, они это делают. Но, к сожалению, не все в Европе, например, это осознают до конца. И поэтому иногда возникают вот эти предложения, а давайте что-то с ними обсуждать. Так, смотрите, еще раз вернусь к началу. Президент Зеленский неоднократно говорил, так мы готовы к переговорному процессу как таковому. Но он должен быть переговорным процессом, а не ультимативным выполнением требований России. Что Россия требует? Россия, по сути, требует, что мы хотим, чтобы украинское государство прекратило свое существование. Мы хотим, чтобы Украина стала украинской СССР. Ну, то есть республикой в составе Советского Союза, но только в данном случае в составе Российской Федерации. Нас это не устраивает, потому что мы, вы же видите по этой войне, вы видите, ну, как Россия воюет, вы видите, как они относятся к войне, и видите наши отношения, мы разные, совершенно разные. Что бы там ни говорили, можем обсуждать, не обсуждать, но мы разные абсолютно. Мы пошли в других направлениях и всегда, в принципе, шли в разных направлениях. К сожалению, репрессивная система СССР как бы уравняла всех на какое-то время. Но сегодня мы получили возможность, эти 30 лет мы имеем эту возможность вести другой образ жизни, нежели Российская Федерация. Так вот, Россию это не устраивает. И мы нашим партнерам объясняем, смотрите, мы уже сейчас не говорим о какой-то, условно говоря, экономике войны даже. Мы говорим о том, что это экзистенциальное состояние, когда либо мы, либо нас. Но мы не можем себе позволить проиграть, потому что тогда нас не будет. И, соответственно, сегодня Россия еще раз, очередной раз демонстрирует это. Вызовет ли это радикализацию, скажем так, резолюцией, коммуникей итогово G20? Сомневаюсь. Но что вызовет однозначно, на мой взгляд, это радикализацию внутреннего отношения к России у многих и европейских, и американских, и латиноамериканских, и ближневосточных политиков. Они должны понять, что Россия в таком виде опасна не только для Украины. Знаете, чем это опасно? Я вот на этом всегда заостряю внимание. Это опасно в следующем. Российская Федерация монструозно нарушает международное право. И если сейчас война закончится так, ну, грубо говоря, Минск-3, о котором вы упоминали, а это невозможно для нас, и в этом общество солидарно, это невозможно. Мы не хотим продолжать войну бесконечно. Тем не менее, если закончится Минском-3, вот как Россия себе там запланирована, да, или оперативная пауза, то Россия осознает, и не только Россия, что международного права нету. И военные преступления в большом объеме сегодня абсолютно легитимны, поймите. И, соответственно, везде, в разных регионах будет масштабирование военных преступлений. Ну, соответственно, мир сейчас добровольно хочет дать возможность разрушить единую систему, которая более-менее держалась последние 70 лет, разрушить систему безопасности. Честно говоря, у меня здесь возникает вопрос даже не об Украине уже, а о чувстве самосохранения этих людей. Вы предлагаете обнулить систему послевоенной, я имею в виду после Второй мировой войны, систему безопасности, предоставляя Российской Федерации карт-бланш на масштабные демонстративные военные преступления, а в том числе разрушение. Вы вдумайтесь, я уже не про убийство говорю, а я говорю о том, что Россия демонстративно, вот прямо сегодня на фоне J-20 уничтожает мирное население в центре городов крупных. Ну, это же, в принципе, абсолютно точно обнулить не только форматы мировых безопасностных архитектур, но обнулить J-20. То есть, грубо говоря, они сегодня на саммите должны это обсудить. Россия пытается перестроить мир в конкретный план. Кто сильнее, тот и прав. Точно это надо всем? Ну, я думаю, ответ очевиден. И хочу сейчас оперативную информацию сообщить. Итак, три прилета в Киеве по жилым домам. Попадания есть во Львове, в Виннице. Часть Львова и Житомир сейчас обесточены. Воздушная тревога продолжается. И все это в то время, когда в Кремле говорят о необходимости переговоров, да, знаково. И когда наш президент Владимир Зеленский очень четко по пунктам, по полочкам раскладывает, что необходимо для того, чтобы переговоры случились. Украина каждый день, собственно, думаю, Михаил, вы согласитесь, выполняет все эти 10 пунктов ценой жизни наших граждан, ценой неимоверных усилий наших военных, огромной, большой ценой. И мяч, по сути, как и вы говорили, на стороне поля России. Пожалуйста, выводите войска, прекратите обстрелы, создайте, снимите угрозу продовольственной и энергетической безопасности, ядерную угрозу снимите. И все, и будем говорить. Кстати, о ядерной угрозе накануне саммита состояла знаковая встреча президента США и председателя КНР, Джо Байден, Си Цзиньпин, в частности, дали ясно понять о недопущении применения ядерного оружия. Скажите, так уже никому в голову в Кремле не придет снова заикнуться о ядерном ударе по Украине или, наблюдая вот все события, которые сейчас разворачиваются, им ни почем будут дальше грозиться? Ну, во-первых, к сожалению, я не психиатр для того, чтобы сказать, что придет в голову в Российской Федерации или нет. Там достаточно загадочная голова. Мне кажется, что она не совсем точно понимает, что в мире происходит и как он выглядит. Да, посмотрели, как построено. Да. Второе, конечно же, это очень важный сигнал. Я имею в виду и господин Байден, и господин Дзиньпинь. Они очень важно публично продемонстрировали важность сохранения доктрины ядерного сдерживания в целом. Обозначили невозможность использования ядерного оружия в качестве наступательного. То, что Россия там долгое время говорила, что они готовы в качестве наступательного на территории другой страны использовать оружие. И, наконец, более важно, на мой взгляд, если вот эти все сигналы и по линии КНР, и по линии США будут доноситься на неформальном уровне до руководства Российской Федерации. И особенно с дополнением в качестве «А что последует, если у них такие мысли останутся в голове?» Ну, «Что последует с точки зрения наказания?» Мне кажется, вы знаете, это очень важный аспект в том, что ни КНР, ни США, никто в мире действительно, в отличие от Российской Федерации, даже в страшных снах себе не рисовал, с учетом того, что они зарабатывают деньги, ведут бизнесы, у них повышается уровень жизни в странах, то есть они переходят на следующий этап цивилизационного развития, эволюционно развивают те или иные технологии, то есть продляют продолжительность жизни и качество жизни, и на этом фоне получить грандиозную катастрофу в исполнении субъектов, которые воруют унитазы в Украине, это как бы немножко, наверное, странно. И мне кажется, что этим людям действительно важно это объяснить господину Путину. Это второе. И, наконец, третье, что касается переговоров. Я хочу, чтобы мы с вами зафиксировали. Это очень важно, потому что Россия делает ставку на слово переговоры, просто ставку на слово. Они зафиксировали в общественном мнении, пытаются зафиксировать, что они якобы предлагают переговоры. Так вот, внимательно. Давайте зафиксируем. Переговоры возможны только в момент выхода российской КОС территории Украины. Украина готова к переговорам. Это позиция. То, что предлагает Россия, это точно не переговоры, а только ультиматумы для того, чтобы получить либо Минск-3, который мы упоминали, то есть новая линия разделения, временное прекращение огня. После этого они продолжат всю свою вот эту риторику, которую они продолжали на Донбассе. Детей Донбасса бомбят, Донбасс разрушают и так далее. Ну, вы видели, когда они из Херсона уходили, что они разрушили два... Это, кстати, между прочим, отдельный момент. Они разрушили два ключевых трансформатора, питающих Херсон-город. При этом там осталось 80 или даже больше тысяч людей, которых они якобы пришли везти навсегда в Россию. Вы понимаете, насколько омерзительно слово России? То есть они, уходя, разрушили трансформатор, чтобы эти люди не получили зимой водоснабжение, отопление зимой, энергоснабжение и так далее. То есть вы понимаете, что такое Россия на самом деле? Вот они доходят, они вешают борды, Россия здесь навсегда, они проводят концерты, туда должен был приехать этот вылетел, прыгающий чудак, Газман, должен был приехать концерты, и в это время, когда они из военной точки зрения уходят из Херсона, они уничтожают трансформаторы, чтобы люди не имели тепла, света и воды. Вот это синоним Российской Федерации. Так вот, Россия предлагает либо Минск-3, а нам это неприемлемо, либо просто временное прекращение огня, переговорный процесс на какое-то время, где они будут рассказывать свои легендарные сказки о том, что вы должны денацифицироваться, да, и так далее, при этом построив у себя нацистскую вертикаль, и при этом получить оперативную паузу для своих войск, чтобы провести перегруппировку, тренировку, подвоз дополнительного снабжения, и плюс договориться с Ираном все-таки, чтобы получить дополнительный объем ракет. Вот что делает Россия, там нету никакого и близко слова переговоры, поэтому, когда мы говорим о России, говорим исключительно об ультиматуме, который должен им позволить получить временную паузу. Михаил, ведь параллельно с событиями в Индонезии на саммите была важная встреча в Турции, не анонсированная, известно, что встречались глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс, каков главный итог этой встречи, и уведомили ли украинскую сторону нас, собственно, о чем там поговорили? Четко и по пунктам. Первое, встреча неформальная, поэтому, конечно, публично никто не будет объявлять результаты и итоги встречи. Второе, эта встреча важна, и Белый Тон сам об этом сказал, что она как раз и должна была отрегулировать понимание России слово ядерная безопасность, это очень важный аспект. Третье, безусловно, мы всегда в коммуникации со своими партнерами и точно понимаем, что об Украине с точки зрения политических или военных интересов Украины никто без нас не разговаривает, но ставят об этом всегда в известие. Так, но тогда, учитывая, что наш президент Владимир Зеленский вчера был в Херсоне, там поднимали наш государственный флаг, и ранее в Кремле Путин, незаконно аннексировав нашу территорию, в частности Херсон, тогда грозились, что вот если Украина начнет освобождать, будем применять ядерное оружие, Украина освободила, Украина пришла, то есть все-таки в Кремле, наверное, усвоили то, что сказал и вот Си Цзиньпин с Джо Байденом, и то, что накануне обсуждали в Турции глава ЦРУ и с Нарышкиным. Если никакой реакции не последовало, да, по Херсону? Смотрите, давайте здесь тоже не жить, это очень важно, не жить в российском информационном поле. Очень четко нужно разграничить. Есть международное право. На территории, включая оккупированный Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганскую область, действует только юристикция Украины и только указы господина Зеленского, президента Украины. Все остальное, это является такой себе блажей, да, ну то есть можно сказать, что господин Путин, например, аннексировал территорию планеты Венера. Это примерно так же выглядит с точки зрения международного права. Я хочу, чтобы мы именно это и понимали. Это очень важно для понимания, потому что России важно, чтобы везде все говорили, мы тут, эти территории российские и так далее. Нет, никаких российских территорий и близко нет. Есть войска российские, оккупационные на этих территориях. Есть временные оккупационные администрации, куда, к сожалению, перешло 5-3-5% населения Украины, недальновидного населения, потому что оно все будет иметь короткий жизненный цикл. К их сожалению, я имею в виду в юридическом смысле слова, они будут в тюрьме сидеть. И так далее. Поэтому территории освобождаются в рамках международно международного международного и в рамках международно признанных границ Украины. И мы делаем все абсолютно законно. В Российской Федерации, исходя, это очень важный второй аспект, в Российской Федерации, исходя из течения войны, понимают, что списать потом победителям все можно, не получится, что придется за многие решения реально, в прямом смысле слова, юридически отвечать. Скорее всего, в рамках тех или иных специальных международных трибуналов, кстати, которым сегодня занимается Украина, организация которых занимается Украина. И поэтому, исходя из течения войны, еще раз повторю, Российская Федерация начинает осознавать невозможность применения тех или иных своих традиционных пропагандистских угроз. С другой стороны, вы правы абсолютно, господину Путину или его посланцам, потому что сам господин Путин очень-очень не херсонский человек. Но имеется в виду, если сравнивать, что президент Зеленский был в Херсоне, а господин Путин боится выехать за пределы Садового кольца, ну или где он там находится, за пределы кольца, там где он находится, скажем так. Так вот, ему внятно объяснили через его посланцам, что это уже действительно приведет к необратимому процессу обрушения России военным путем. Потому что нельзя применять ядерное оружие в качестве наступательного. И, соответственно, сегодня мы имеем следующую ситуацию, очень простую и понятную. Есть территория Украины, которую заняли непонятные бандформирования, подкрепленные, я про Донецкий Луган в данном случае, подкрепленные российской армией. Соответственно, Украина избавляется от бандформирования, подчеркиваю, проводит соответствующую правоохранительную работу и параллельно наносит существенный ущерб российской армии, как таковой, которая поддерживает вне международного права бандформирования. Вот как выглядит ситуация. И, соответственно, мы абсолютно точно дойдем до международно признанных границ Российской Федерации и, соответственно, освободим всю свою территорию. Михаил, а что же тогда по итогу для Путина? Шантаж мировым голубом провалился, незаконная аннексия наших территорий, собственно, никто серьезно к этому не относился, тоже провалены. Наши войска в Херсоне, наш президент в Херсоне, ядерный шантаж, тоже блеф, энергетический шантаж Европы тоже захлебнулся, Европа с газом и без «Газпрома». Ракеты, да, сегодня страшный обстрел, но они уже тоже на исходе, и они уже вот-вот исчерпаются, все запасы. Есть еще какой-то, не знаю, какой-то козырь, еще что-то, чем может Путин пугать дальше и шантажировать мир? У господина Путина есть один козырь. Неожиданно с уважением обратиться к Украине, с уважением, подчеркиваю, осознать, что Украина это абсолютно суверенное государство не по его зубам. Вывести второе войска с территории Украины. Третье. Послушать, наконец, абсолютно реалистичный план переговорного процесса, предложенный президентом Зеленским. И таким образом получить возможность сохраниться у себя в России. Ну, соответственно, какую работу он там будет проводить, это нам уже без разницы с вами. И тогда единственный козырь у Путина признать объективную реальность. Если он это сделает, у него есть шансы сохраниться. Я не знаю, нужно это миру или не нужно, потому что, кажется, добавленной стоимости миру господин Путин не добавляет точно. С его пониманием истории, исторического процесса, с его пониманием поэтического процесса, с его, условно говоря, человека-ненавистнической философией управления своей империей, мне кажется, он добавленной стоимости не добавляет человечеству, наоборот, он минусует. Человечество сегодня, это, кстати, тоже мало кто понимает до конца, человечество сегодня тратит ресурсы на то, чтобы остановить вот эту войну в Украине, развязанную человеком из 17 века, вместо того, чтобы вкладывать в другие направления, в технологии исследования, медицинские, физические, квантовая физика, ядерная физика даже, физика космоса и так далее. Вместо этого мы сегодня занимаемся тем, что останавливаем варвару. Вот так это выглядит. Так вот, если Путин все-таки имеет какой-то козырь, он звучит очень просто. Научись уважать Украину. Других козырей у тебя нет. Да. Еще одно важное событие. Генассамблея ООН приняла резолюция о выплатах репараций России и Украине. Это ведь прецедент, правильно, Михаил? До сих пор в мире не было правового механизма взыскания со стороны агрессора возмещения. Теперь его будут создавать? На мой взгляд, это идеальная характеристика того, что происходит и того, что вы немножко раньше мы с вами обсуждали, насколько может радикализироваться поведение тех или иных международных институтов, в том числе J-20. Вот ООН демонстрирует, что да, такая радикализация происходит не сразу, но уже происходит. Он действительно принимает уникальную резолюцию о том, что не просто нужно вести разговоры в других странах, где есть активы Российской Федерации, и не просто накладывать аресты, что эти активы можно будет изымать в пользу Украины и использовать их в пользу Украины для оказания и гуманитарной, и военной помощи Украины. Это чрезвычайно важно, это симптоматично. Вы знаете, ООН просто площадка, которая важна для стран Латинской Америки, Африки, Азии. Они смотрят на ООН, какие решения принимаются. И вот это важнейший сигнал именно для этих регионов, где Россия долгое время формировала свои позиции, свое влияние. Вот ООН показала, так или иначе, но через финансовый инструмент мы вам показываем, что Россия однозначно полностью стопроцентно виновна в войне. Однозначно Россия должна заплатить максимальную цену за эту войну. Однозначно Россия в рамках этой резолюции должна будет компенсировать убытки, которые Украина понесла. То есть, грубо говоря, миру говорят, что нельзя, это очень важный симптом, нельзя просто прийти в другую страну, разрушить там что-то, то, что прямо сейчас делает господин Путин, и не нести за это ответственность. Это очень важно финансово, и это симптоматично. Это говорит, на мой взгляд, вот данная резолюция ООН, говорит, на мой взгляд, о кардинальном изменении глобального мышления. То есть, грубо говоря, Россия является страной-изгоем в полном смысле слова. Да, это не значит, что все одновременно скажут, давайте мы примем резолюцию осудить Россию за войну, давайте мы будем помогать Украине максимально быстро оружием и так далее. Нет, это вопрос работы и президента Украины, и дипломатии Украины, господина Кулеба отдельно, и господина Резникова отдельно, и господина Ермака отдельно, и всех остальных. Но, тем не менее, мы уже видим коренное изменение глобального мировоззрения в отношении, в том числе, на таких площадках, как ООН, в отношении Российской Федерации. Вы знаете, Михаил, я вчера, когда смотрел появление нашего президента Владимира Зеленского в Херсоне, слышал, как он общался с людьми, и слышал, что говорили люди. Невероятные слова, просто вот у меня даже сейчас мурашки и дрожь. Они говорили, мы как никогда сильны. Нас не сломить. Мы едины. Они скандировали славу Украины. Они скандировали славу нашим воинам, славу вооруженным силам Украины. Невероятно сильные кадры, которые облетели весь мир буквально. И вот после этих кадров, после вчерашних заявлений Джо Байдена и Си Цзиньпина, после сегодняшнего обращения нашего президента ко всему миру и вот эти вот 10 пунктов мира, оглашенные нашим президентом. После победных наступлений нашей армии мы знаем, что сегодня оккупанды уже бегут вглубь, на 15-20 километров по левому берегу Днепра. У меня лично возникло очень сильное ощущение скорой нашей победы и капитуляции России. А у вас? Тяжелый вопрос. Вы знаете, я все 9 месяцев все время думаю о людях, которые что-то потеряли в этой войне. А у нас практически все в стране потеряли. И я всегда понимаю, что цена несоизмерима с амбициями каких-то малообразованных субъектов, которые странным образом оккупировали верхние эшелоны власти в Российской Федерации. И я понимаю, что каждый наш потерянный человек намного ценнее, чем вот эти субъекты по фамилии Лавров, Песков, о которых поговорили и так далее. Они малоинтересны, то есть они малоинтеллектуальны, мало перспективны и так далее. И я оборачиваясь на это, я понимаю, что мы заплатили ту цену, которая уже не позволит, есть уже точка невозврата, она не позволит нам остановиться. И, конечно, впереди нас ждет очень тяжелый, тяжелый период, понимаете, тяжелый, потому что когда люди в Российской Федерации долгое время говорили о том, что равных им в мире нет, они великая империя, которую все должны бояться, отворачиваться в сторону, опускать глаза, и тут Украина стоит и говорит нам, смотрите, мы сейчас сделаем всю работу, которую должен был бы сделать до нас мир, который должен был вас разоружить, демилитаризировать, как они любят говорить, который должен был вас денацифицировать, потому что вы есть наследник нацизма, и, соответственно, я думаю, что нас ждет впереди тяжелая дорога, но мы, тем не менее, победим. Спасибо, Михаил, обязательно победим, победа будет за нами, за нашими героическими людьми. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был в эфире телеканала Фридом.